Всем привет! Эта история будет от Анонима. Если вам нравятся подобные видео, обязательно ставьте лайки и оставляйте как можно больше комментариев, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами приступаем. Здравствуйте, Галина! Давно смотрю ваш канал с тех пор, как вышла замуж за турка. Хочу спросить ваш совет как психолога и разрешаю по вашему желанию прочитать мое письмо в эфире на вашем YouTube-канале. Отношения со свекровью турецкой изначально у нас были какими-то странными для меня. Она всегда мне улыбалась, хорошо относилась ко мне вроде бы, но я не знала тогда о ее двуличности, о турецкой двуличности в частности. Она меня тогда называла Черкин и Пасаклы все время. Я спрашивала у мужа, что это значит? А он отвечал, что это она так любя, чтобы не сглазить. Есть такая тема у некоторых турок, но это не очень прилично. Черкин страшный, короче говоря, да. В общем, у них так говорить норма как будто бы. На тот момент турецкая свекровь не знала, что я уже начала учить турецкий язык и я стала понимать слова, которые она про меня говорила. Когда она это поняла, то использовать эти слова перестала. Знаете, как бы сразу стало нормальным, да. Это сглазит, ничего страшного. А ее злило, что муж мне что-то покупает и как, по ее мнению, дорого. Это была одежда из эконом-класса на самом деле, из масс-маркета. И вообще сижу я на его шее в декрете. Все время спрашивает, когда же я устроюсь на работу. Турецкого гражданства у меня еще нет. У нас есть общий ребенок. Мы живем в данный момент в Турции, а до этого мы жили в России. А вообще мы жили то в России, то в Турции. Каждый год переезжали, приезжали из-за работы моего супруга. Мы жили, в общем, в разных городах. Когда я приезжала к свекрови в гости, за ребенком никогда не смотрели. Она никогда с ней не играла, даже кормить не хотела ребенка. Говорила много дел по дому, она всегда занята. В общем, на ребенка времени у нее нет. Когда моя дочка к ней тянется, просит поиграть, что сразу какие-то дела находятся. К ребенку она не очень хочет подходить. То погладить полотенце ей приспичило, то протереть пыль. Я ей предлагала свою помощь в этот момент по дому, но мою еду они не едят со свекром. Моя уборка ее тоже не устраивает, не так уберусь. В общем, и вообще, что это мне убираться? Ее все это не устраивает? Кто же будет за моим ребенком смотреть, если я ей буду помогать? Неужели ей придется? Короче, можно сказать, грубо говоря, твой ребенок, ты и за ним усмотри. Уже много раз давала понять, что с ребенком она сидеть никогда не будет. А если папа, то есть мой муж, накормил завтраком дочку, то жалуется на меня и говорит, ой, вообще-то это заботы матери, а не папу, ты не должен это делать. До нашей свадьбы муж ежемесячно отсылал ей деньги, неплохую сумму. Вы понимаете, да? Причина ее злости, агрессии, трата на семью на ребенка, ей обломило все, что было раньше. Они привыкли себе не отказывать ни в чем за деньги сына. Свекры оба на пенсии с 40 лет. Работать они больше не захотели. И когда мы поженились, муж какое-то время отдавал часть денег со своей зарплаты. Но потом сказал, что нам вообще-то нужно и о своей квартире подумать, и начать копить на это дело. Соответственно, нам нужны были деньги, и поэтому, как прежде, он уже не стал давать им денег, просто не смог. С тех пор она меня просто возненавидела. Вот она и ответ причины, как бы за анализа какого-то глубокого не надо, все понятно. Она постоянно просила деньги у моего мужа. То ремонт ей нужен, то на машину, то продай свою машину и отдай им деньги со свекром. Хотя у нас вообще-то есть свои нужды. У нас так в тот момент не было собственной квартиры. А мой муж так и рад помогать. И все деньги накопленные за несколько лет на квартиру в России он им отдал. И это было все, когда мы поженились. Когда мой муж залез в кредиты, чтобы купить снова машину, и пришлось нам снова ехать в Россию на заработки. На тот момент у свекров тоже была своя машина. Но продать было надо именно нашу, напомню, для ремонта родителей. Живут они, к слову, очень даже неплохо и ни в чем не нуждаются. Они продали моторную лодку, подарок, кстати, моего мужа им. И сказали, что мы даже не спрашивали, куда они дели деньги. А то они будут на нас обижаться за такие вопросы. Чистая манипуляция этой обидой вообще. В этот раз вынужденно мы жили у свекрови, так как наш дом пострадал при землетрясении 6 февраля. Не передать тот ужас, который мы тогда пережили. И несмотря на все это, свекровь стала очень придирчивой ко мне и стала повышать на меня голос. Мы прожили у свекрови на даче всего лишь парочку недель после того землетрясения. В то же время мужу написала какая-то бывшая его девушка. И он вслух об этом сказал при семье, на что его мать тут же незамедлительно отреагировала. И сказала, о, чок-и, и хитро улыбнулась. Чок-и, типа, очень хорошо, что она тебе написала. Я была в этот момент рядом. И когда муж с отцом поехали за вещами в другой город, я осталась наедине со своей свекровью на даче. И она хотела на меня наброситься, ударить. И послала меня на три буквы и сказала вообще нам с дочерью убираться с ее дачи немедленно. За то, что наша дочка, то есть ее внучка на минуточку, описала ее матрас, когда спала ночью. И вообще-то ребенку на тот момент было три года. И это было после землетрясения. Мы пережили такой стресс в провинции Хатай. У нас остались только стены в квартире. Ничего больше не было. У нас ребенок кричал по ночам от страха. У меня тряслись руки, истерики от пережитого кошмара. И у нас был просто большой стресс. Мы очень плохо себя чувствовали. Я без денег в кармане и на частном секторе в дачах до города час езды. Я спросила, куда мы с ребенком пойдем, трехлетним на руках? А она ответила, а ее это не волнует. В этот момент я позвонила мужу. Он уже был в другом городе тогда, далеко отъехал. И он, конечно же, сказал его дождаться, не предпринимать ничего. Вот до чего у нас дошло общение. По приезду он, конечно, с ней поговорил, разъяснил серьезно. И на этом все. Она не успокоилась. Просто замялся очередной конфликт. Мой муж, оказывается, когда мы жили в России, звонил маме своей каждый день. Жаловался на меня, рассказывал, как мы живем. Ну, например, что я не погладила одежду. И все в каком-то таком духе, в общем. Я это уже узнала потом, после того, когда муж сам признался, что звонил своей матери, все рассказывал про наши отношения, всем делился, соответственно, жаловался, если его что-то не устраивало. В итоге свекровь настроила его против меня. Он охладел, стал себя вести со мной отвратительно просто. И когда мое терпение лопнуло, я тогда решила, что мы разводимся. Все, это точка. Но в тот момент мы с мужем уже жили в Турции. По совету своей мамы он первый побежал, подал заявление на развод. Я даже знаю почему. Потому что тот, кто подал первый, является в Турции потерпевшим. Как бы жертвую в этих отношениях. Также он мне тогда грозился забрать ребенка. Свекровь у нас в квартире порвала все наши фотографии с мужем. Прятала мой телефон. Наседала на меня и сына, чтобы мы скорее развелись и не думали даже мириться. Боже, наконец-то матушка дождалась то, чего она так годами хотела. Мне в открытую она говорила, что я брала дочку и шла на все четыре стороны. Судьба внучки ребенка ее, конечно же, не волновала. В итоге мы кое-как помирились с мужем ради нашей дочери. Он мне обещал измениться и никогда не разрешать матери лезть в наши отношения больше. Ой, блин, что за бред? Ради ребенка? У вас есть страх? Давайте по-честному. Я не захотела, я побоялась. Ребенком прикрываться не будем. Это всегда прикрытие. Ребенку что лучше вот это все видеть? Что же ради ребенка? Вам она вырастет спасибо? Разве за скандалы скажет? В общем, вот такие события произошли с нами за последний год. Все это оказалось на мне и на моих нервах. На данный момент я прекратила общение со своей секровью обоюдно с двух сторон. Сейчас стало после этого все более-менее нормально с мужем. Но, конечно же, старые обиды напоминают. И я сразу же вскипаю и злюсь. Я злюсь на себя, что допустила к себе такое отношение. Я злюсь на мужа, что он так себя вел, ко мне так относился. Есть страх, что его поведение повторится. Я дальше скажу, он у вас не обоснованный страх. И он может повторить его поведение. Это на время он таким сейчас держится. Я сейчас расскажу. Он до сих пор каждый день разговаривает со своей матерью. Бывает даже по часу. Я не понимаю, о чем сорокалетний мужик может так долго с ней разговаривать, со своей матушкой. Говорит мне, что о себе, но о нас ничего не рассказывает, сплетни якобы не разносит. Но я, честно скажу, не особо в это верю. Свекровь очень хитрый манипулятор. Сто пудово, с вами сто процентов согласна, конечно же. Она знает, куда нажать, за какие ниточки затянуть. И вопрос в том, в чем, как донести до мужа, что с матерью должна быть в некотором роде дистанция. Ответ сразу. Вы ему это никак не донесете. Он считает нормой объяснять все и рассказывать матери. Или нечего пытаться изменить. Тут все бесполезно. Я не могу никак все это принять. А еще в дополнение к моему письму я хочу рассказать о том, как я натерпелась со свекровью раньше. Еще в первый наш переезд с мужем из России в Турцию она приехала к нам сразу в гости. Прямо в этот же день. И ночью, когда мы легли спать во втором часу ночи, слышу шум какой-то. Свекровь что-то там на кухне делает. На утро мы проснулись и оказалось, что она переставила всю посуду полностью по ее усмотрению. Я тогда офигела, если честно. Она приехала из другого города после длинной дороги. И вместо того, чтобы лечь, отдохнуть, она встала и всю ночь переставляла посуду на кухне. Но столько, чтобы было по ее. Насколько для нее это было важно и абсолютно неуважительно ко мне, к хозяйке в доме. Я мужу тогда сказала все. А он только отшутился и сказал, ой, да пусть стоит, мол, уедет. Все переставишь на свои места. В общем, чего конфликт разводить? Все ее выходки он сводил к норме, к шутке. Может, так хотел сбавить обстановку, как бы не доводить до конфликта, конечно. Но в ее поведении он ничего такого не видел. Говорил, что это нормально, потому что он жил всю жизнь с манипулятором. Мамкина манипуляция, ее скверный характер. Для него норма. Он трусливый ребенок, который держится до сих пор за мамину юбку. Конечно, он ничего не признает, как взрослый. Он считал это, короче говоря, неважным. Так как языка я не знала, я тогда не могла с ней напрямую поговорить и поставить на место. И так было каждый ее приезд. Она залезала проверять все наши шкафы, указывала сразу мужу, если что-то не так у меня. После празднования свадьбы в Турции у нас был забронирован в отель в Анталии. Кто-то из знакомых свекра там, в общем, работал. Они ему сделали, в общем, скидку. Короче говоря, свекры нам его забронировали. И сказали, что они это оплатят. Это и будет их свадебный подарок нам. Ну, конечно, это было озвучено мужу заранее еще. Я даже думала, что, ну, отель, наверное, уже оплачен, раз это подарок на свадьбу. Короче, свекры тогда жили в Анталии сами. И вот мы с мужем и с ними стоим где-то на ресепшене этого отеля. Тут нам называют сумму, которую надо оплатить. И свекры уходят. Мой муж был просто в таком шоке. Он молча достал кредитную карту и заплатил. А потом продолжилось их общение, как ни в чем не бывало. Сидели вместе, пили, разговаривали, общались. Вот меня тогда это еще больше просто удивило. Мне исполнилось тогда 23 года только, когда мы поженились. Я еще была совсем молодая и неопытная. Смотрите, пора запрос, да, как это принять, простить обиды, отпустить и так далее. Скажу честно, я не буду вас обманывать. Вы спросили вопросы психологические психолога. Я отвечу, как есть. Не на что надеяться. Это все изменится. Когда ваш муж захочет, захочет стать официально взрослым, выйти из образа ребенка. Пока предпосылок к этому нет никаких. Вот вы сейчас на этапе, раньше он пытался вас, ну скажем так, заболтать, минимизировать проблему, сделать вид, что типа ничего не происходит. И подключить вас, чтобы вы тоже к этому так легко относились, забили и были, как он, в позиции зависимой от его мамы, от вашей свекрови. Тем самым развязать ей руки, чтобы она обнаглела еще больше и творила вообще все, что хотела. Она и так творит все, что хочет. Ну, короче, полная вообще безнаказанность. То есть, не столько то, что стерты границы личные. У него личный границ с матерью не существует. Он хотел, чтобы у вас их тоже не было. Вы взбрыкнулись, дошло до развода, остались. Это первая ваша личная граница. Принять это все, как вы понимаете, принять, это что? Проглотить, переживать. Вы меня просто спросите, как на это как бы не реагировать. Вот принять вы сможете только, когда обиды отпустите, переживете это. Но пока это невозможно. Они не просто активные обиды, новые еще насаждаются каждый раз. Даже вы сейчас не общаетесь, но мужа обидно за то, что он с ней общается. Вы хотите от него ваш запрос к мужу психологически сейчас? Алло, чувак, повзрослей, стань, пожалуйста, как я взрослым, потому что мне нужен партнер в отношениях, не ребенок. Я тебе тоже не мать тебя тащить за собой, правильно? И отстраивай личные границы со своей мамой, пожалуйста, которая меня защищает. Будь взрослым, будь мужчиной, давай уже, повзрослей. Так вот, этого не произойдет, к сожалению, потому что у него нет надобности, потребности. Он не готов отпускать мамину юбку. То есть вообще предпосылок на его взросление никаких нет. Его все устраивает. И как вы видите в конфликтах, он встает все-таки все еще на ее сторону. Он такой же манипулятор, скажу сразу, как и его мама, потому что чему он мог еще научиться. Когда вы решили разводиться, вам угрожали тем, что вас отберут ребенка, вами манипулировали. У меня вообще вопрос, вот если психологически, задайте себе вопрос. Зачем я в этих отношениях? Чего я боюсь? Почему я за него держусь? Что значит для ребенка? Это типичная, стандартная отмазка, закрытие своего страха. Я боюсь остаться одна. Я не хочу оставаться одна. Мне будет одиноко. Я одна не смогу. Я в себе не уверена. Мне нужен мужчина, например, как косты для выживания. Я одна никак не хочу возвращаться домой на родину. Еще что-то. Это, в общем, у вас есть страх, который вы оправдываете, закрываете для ребенка. Ну, разве ребенку? Вот у меня миллион вообще историй. Ну, наверное, не миллион. Конечно, я лиху дала. Но у меня в практике дофига примеров, когда вот эти дети ко мне приходят потом, назовем так, лечить свою душу, к психологу. Которые жили вот в таких отношениях. Мама с папой ругаются, бабушка лезет. Вы понимаете, что нездоровыми общениями этими в семье вы ребенка травмируете. Самим вот этим атмосферой в семье уже травмируете. Поэтому вообще задайте базовый вопрос. Нафига мне это надо? Что за страх у меня сидит, который мной управляет? Давайте для начала начнем говорить откровенно, открыто. Я боюсь. Называя свой страх, признавая его, вы уже полдела делаете. Перестаньте бояться называть свой страх. Давайте, говорите. Я боюсь остаться одна. Я не хочу то-то, то-то. Я не хочу возвращаться на родину. Не хочу уходить на работу или еще что-то. Говорим так. Не говорим ради ребенка, для ребенка. Вы так знаете, просидите еще 20 лет. У вас будет все плохо. И вы будете всегда прикрываться ребенком. Дочке станет 20 лет. Она уйдет в институт и скажет. Слушай, мать, разводись. Мне это все уже вот здесь. Ваши конфликты меня достали. Не надо ради меня. Вот вы при этом хотите остаться, да? Когда вам ребенок скажет. Мам, не надо этих жертв ради меня. Это твоя жизнь. И ты ее сейчас, простите, скажу, не культурное слово, просираешь сейчас на мучения какие-то. Здесь вопрос не в свекрови. А проблема вас и вашего супруга, который вас не защищает, который ребенок, а вы ждете ваш образ, желаемый в отношениях супруга, он ему не соответствует. Вы хотите себе другого человека. Взрослого мужчину, дето-защитника, партнера, покровителя, возможно, и так далее. У вас ребенок, который держится за свою маму, который манипулирует до сих пор, который до сих пор на привязке по телефону. И если вы скажете, так все турки живут, нет, 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 не так не все живут. У турок много в семьях манипуляций и манипуляторов. И они, да, многие растут в таких отношениях. Но я знаю очень много примеров, когда из таких манипулятивных семей вырастают, наоборот, от противного независимые, неподдающиеся на манипуляции. Мужчины, взрослые, самостоятельные и так далее. Такое есть. Но вам стоит принять, вот вы мужа видели сильным, почему вы, скажем так, на это купились. В другой стране он действительно был другим. Он был самостоятельный, взрослый, переехал, работает, все тянет. А когда вы приехали сюда уже на постоянку в Турцию, вы увидели в нем ребенка, как он зависим от мамы и так далее. То есть, констатирую, что вы у меня спрашиваете по факту. Как на самом деле психологически звучит ваш запрос. Как мне пережить, принять и смириться с тем, что ситуация с моим мужем меня не устраивает. Мне не нравится его роль, которую он исполняет. Я хочу видеть другого человека. Как от свекрови вы с ней, по сути, справились. Вы выстроили четкую границу личную, от нее отградились. Я так скажу, что подавлять, не высказывать, замалчивать не вариант для вас. Вам будет хуже. Мы не можем подавлять эмоции, они должны у вас вырабатываться. Урабатываться. Стратегия поведения. Если вы хотите продолжить эти отношения, в них оставаться в этом браке, так как он есть. Первое. Просто забить условно на мужа, его не переделать. Вы его не переделаете. Не надо на него воздействовать. Это лишние конфликты будут. Вы будете виноваты. Это всегда будет скандал. Треп нервов. Ребенку такой пример не нужен. Просто забейте и на него, и на его маму. Да, в этих отношениях вам надо быть взрослой, хотя бы вам, если ваш супруг как ребенок. Только беря пример от вас, как можно расставлять границы, он может чему-то научиться и назовем так, под вас подстроиться или справиться. То есть четкие правила поведения с свекровью, четкое взаимодействие. Ни в коем разе мы ей не разрешаем нарушать наши четкие личные границы. Он должен видеть на вашем примере, что, во-первых, границы есть. Их надо обозначать и говорить о них. Открыто человеку в лицо его маме. Чтобы вы ему пример такой подавали. И что после этого ничего страшного не происходит. Мама не отреклась, спинком поджог куда-то кого-то не выгнала, поебухтела, позлилась и успокоилась в итоге. То есть вот это сражение с свекровью через сына ее, видите, не получается, как вы мужу там рассказали. Не может он его защищать. Он ребенок против мамы своей не попрет. Она у него манипулятор и авторитет. Делайте это теперь самостоятельно. Вот мужа принять надо ребенком. Не ждать от него образа взрослого. Он не готов. Он к этому образу подтянется, если вы ему покажете пример. Он маму боится. Вот он у истерики боится. Юбку мамкину потерять. Или разозлить ее боится. Потому что она сразу манипуляциями наказывает чувством вины, предательства и всего этого ужасного и позора. Поэтому он там юлит, подстраивается и вас пытался. Предложил вам изначально свою схемку. Смотри, я вот ребенок, у меня мамка такая. Давай вместе будем играть в эти пряточки. Маме все рассказывать, позволять ей все делать. И такие, типа ничего не замечаем. Давай вот в это играть. Вот такая, не, блин, чувак, ты мне взрослый. Нужно кто меня защищать будет? Он что-то попыжился для начала. Потом к мамке в лагерь переметнулся при разводе. На вас еще там бочку гнал, да? Мы как-то чудом с ним помелись. Я еще не знаю, как вы помелись. Вот реально в той ситуации. Да и зачем, блин? Он себя уже показал. Я больше скажу. Он увидел вас сильную. И он теперь будет тянуться к вам. Поверьте ему, что хочется всегда жить в подчинении. Нет, у него есть амбиции, он человек, он мужчина. У него есть эго внутренняя, самость. И поверьте, если вы будете давать сильный пример четких личных границ и общения с его мамой, он будет к вам тянуться. Он в вашем лагере перебежит. Потому что он слабый, он ребенок. И он встает за взрослого, сильного. И по сути, если вы показываете себя сильнее, чем его свекровь, он бежит тут же к вам. Он будет искать бессознательно эту сильную защиту, эту опору. Вы закрываете его страхи и тревожности тем самым. Вот вы хотите жить и найти игрища, тратить свою жизнь. Ваша жизнь проходит здесь и сейчас. И вы что скажете через 15 лет брака? Следующие 15 лет я имею в виду. Ребенок у вас уже студентом, например, станет. Что вы скажете? Я прожила, тратя время на вот эти игрища, на соревнования. Кто сильнее, кто слабее. Оно надо? Это не про счастье, если что. А это про трату ресурсов, своего времени, эмоций своих. А можно жить по-другому. Радоваться жизни, в прогрессе каком-то жить, что-то достигать. На работу выходить, чем-то заниматься для себя. Чтобы ты как бы как личность развивался. У вас это все время и все силы будут уходить на это. Вы для себя как для личности останетесь на месте. То есть поймите вообще ваши желания. Вы какой себя через 10-15 лет хотите видеть? При этом мужа или нет? В этом браке или нет? Какой вы себя видите? Работающий, не работающий? Какое отношение должно быть? С кем? Как? Свои желания найдите, пожалуйста. Сейчас ваше желание замять эту историю, как-то от нее избавиться, если так можно сказать. Четко знайте свои личные границы, свои правила общения со свекровью, с супругом. Все. И живите по ним. И вот да, это не про взаимодействие с супругом. Но простите, он вас предал. Он выбрал свою маму. Он не хочет быть взрослым, равным с вами. Ну и жените. Вы тогда в своей коробочке как-то тут в семейке, в этой вот так вот надо. На диалог, на общение и все прочее он не выходит. Не хочет взаимодействовать. Не хочет взрослеть. Что вы можете сделать? Силой вы вот не заставите это сделать. Так что, по сути, на данный момент отстранили свою кровь правильно. Держите больше границы, больше правил общения. Больше правил общения с супругом тоже. Но заставить его делать то, что он не хочет, вы не можете. Вы можете только свои реакции, изменить свое отношение. Да вот как изменить отношение? Четко знать, чего я хочу. Как я хочу с ним общаться? Как он должен со мной общаться? Что я ему должна давать в свою очередь? То есть, что вообще, какое у вас представление об отношениях в семье? Какого результата вы хотите? Какие ваши желания? Как вы вообще ваш брак видите в дальнейшем, через 5-10 лет? Вот об этом подумайте. И у вас придет ответ, правильно ли сейчас происходит все, на верном левом пути. И вы увидите, как сейчас себя нужно вести для того, чтобы прийти к моему истинному желанию, к моему браку через 5-10 лет. Как он должен выглядеть? С этим ли вообще человеком? Вот у меня здесь вообще вопросики изначально. Что вас сделает счастливой? Будьте эгоисткой. Про себя сначала подумайте, свои желания установите, а потом посмотрите, подходит этот брак, этот человек под это или нет. Я вам больше скажу, у вас есть очень сильный какой-то страх, который вас останавливает от этого здравого размышления, понимания своих желаний. Вы свои желания ставите на второй план, а ваш страх сейчас на первом. Поэтому вы остались в этом браке после всех унижений, всего, что произошло. Так что здесь у нас изначально надо работать со страхом. Вот что я вам скажу, как психолог. Спасибо за вашу историю, что вы доверились. Я думаю, вы ждете также комментарии под видео от подписчиков. Что вы думаете по этому поводу? Дайте советы девушке. В инфобоксе под видео моя почта остается. Если вы также хотите прислать историю от анонима, я ее озвучу на канале. Если вы хотите индивидуальную консультацию со мной, психологическую, на ту же самую почту, просто напишите всем о письмах консультации. Спасибо за внимание. Скоро увидимся в новых видео. Всем пока.